Украинская армия сегодня приступила к отводу тяжелого вооружения от линии фронта в Донбассе. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил Украины. Тем временем ополченцы, которые в соответствии с минскими договоренностями начали выводить свою технику еще три дня назад, уже почти завершили этот процесс. На новые места базирования передислоцировано около 400 единиц крупнокалиберного вооружения. Петр Вершинин о том, как соблюдается перемирие на юго-востоке Украины. Готовую к маршу тяжелую технику ополченцы выстраивают на обочине трассы под Еленовкой. В колонне грузовики с боеприпасами и шесть самоходных гаубиц Гвоздика. Выводят крупнокалиберную артиллерию под контролем миссии ОБСЕ. Приехала миссия ОБСЕ. Технику мы отходим согласно минскими договоренностями на расстоянии до 100 км. Техники здесь уже нет. Это последняя техника уезжает. Инспекторы зафиксировали начало движения колонны в 10 утра и продолжают наблюдать за процессом вывода вооружения. По словам представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, наблюдатели отправили 5 патрулей в районы, где сейчас идет вывод тяжелой техники. Кроме того, сотрудники миссии ОБСЕ получили письмо, в котором отражены точки отвода вооружения, маршруты движения и места новой дислокации. Выполняя минские договоренности, ополченцы массово отгоняют технику вглубь своей территории. К сегодняшнему дню в восточную часть провозглашенных республик передислоцировано около 400 единиц крупнокалиберного вооружения. Реализация мирного плана идет по всем направлениям. В ЛНР сегодня гаубицы вывели из поселка Калиново. Мы бываем в расположении район Михайловки. Согласно плана вывода тяжелой техники, мы покидаем эти позиции. Отвод техники у нас практически более 80% уже отведено на те рубежи, где они должны стоять. ОБСЕ это подтвердило. С нашей стороны это все происходит. Со стороны Украины идет гораздо менее. Они не выполняют ни сроки, ни планы. И отвод тяжелой техники у них, по-моему, только 15-20%. Украинская сторона сегодня заявила о готовности также приступить к выводу вооружения. Ранее главы провозглашенных республик выразили обеспокоенность действиями Киева. Силовики притормаживают выполнение отвода тяжелой техники. И пока показательные марши военных больше похожи на передислокацию. В Донецке и Луганске были вынуждены обратиться к гарантам переговоров, лидерам Германии, Франции и России. Ополченцы полностью выполняют мирный план. Представителю украинского СНБО все же пришлось это признать. Обстановка в зоне антитеррористической операции стабилизуется. За минувшие сутки мы не зафиксировали ни одного обстрела наших позиций. Мы доходим до основной цели исполнения первого пункта минских договоренностей – прекращение огня. Сейчас создаются все условия, чтобы мы провели подготовку ко второму пункту соглашений – отводу тяжелого вооружения. Генеральный штаб сегодня все-таки отдал приказ на отвод вооружения. Маршруты со стороны Киева подготовлены, остается начать. Но пока значительная часть техники продолжает оставаться на позициях. Эти укрепления расположены в окрестностях Широкина. Солдаты никаких распоряжений от командования не получали. Мы не отводили тяжелую технику. Посмотрим, как будет выполняться перемирие. Как дальше все пойдет? Тогда можно будет говорить о выводе. Но хрупкое перемирие все же выполняется. За последние сутки, по заявлению ополченцев, силовики огонь не открывали. То есть обе стороны констатировали затишье, которое теперь необходимо сохранить. Петр Вишинин, Артем Расказихин, ТВ-Центр.